Чингизмалин Что является главной проблемой сейчас в мировой литературе и в азербайджанской литературе в частности? Для сравнения, в советское время в Баку было 114 книжных магазинов. Сейчас в гораздо более бедной стране Тбилиси 78 магазинов только в Тбилиси. И, конечно, это очень-очень действует на меня, что вот у нас так мало читают. Каждый раз, когда я бываю на встречах с ребятами, я им говорю, не читайте мои книги, но читайте книги. От этого зависит наше будущее, решение Карабахской проблемы, наша армия, наша политика, наша экономика. Все зависит от этого. Чингизмалин, вот все повсеместно твердят, люди перестали читать, азербайджанцы мало читают. Но ведь если посмотреть на цены в книжных магазинах, они достаточно высокие. То есть, может, люди-то и хотят прочитать, но им не позволяет их финансовое положение. Это же неправда. Кто вам говорит, вас обманывает. Книги стоят в среднем 5-7, ну пусть 10 монат. Все ребята практически имеют телефоны и смс-ки они посылают и покупают эти вот контуры. 5 монат – это не такая большая сумма. Поверьте мне, что на Западе книги стоят в разы больше. Вы, как секретарь Союза писателей, лучше знаете, какие шаги предпринимает Союз писателей для популяризации молодых писателей, прозаиков, поэтов? Конечно, мы отдали свое время один журнал целиком молодым. Мы сейчас их печатаем, мы стараемся, значит, их поддержать. Специально указом президента введены 20 пенсий для молодых ребят до 30 лет, которые они получают деньги. Кроме этого, мы стараемся издавать их книги. Чингизмалем, определенный ряд молодых писателей, о которых вы постоянно говорите, да и не только вы другие писатели, их уже все знают. А вот новые писатели, новые молодые таланты, вы как их продвигаете? У нас есть очень много ребят, которым сейчас 20 лет, 25 лет, 24 года. Мы помогаем издавать их книги, принимаем их в Союз писателей. Это ребята совсем молодые, которым мы можем вручить будущее нашей литературы. В каком состоянии у нас сейчас литературная критика в Азербайджане? Есть ли у нас литература беды талантливые, критики? Боюсь, что мало. И, к сожалению, у нас все-таки критика комплементарная. Если ты секретарь Союза писателей, то ты априори гений. Если ты народный писатель, то ты гений вдвойне. У нас, значит, только хвалебные статьи пишут на книге. А в общем, это неправильно, потому что критика, она серьезная критика, она должна быть обязательно присутствовать. У нас были выдающиеся ученые, выдающиеся критики. Но вот сейчас постепенно этот институт сходит на нет. Я все-таки надеюсь, что у нас появятся молодые талантливые ребята, которые будут серьезно анализировать литературу, литературное творчество, а не писать очередной комплимент одному из руководителей Союза писателей с тем, чтобы ему понравиться. Чингис Малин, вы являетесь президентом международного пен-клуба. Вот скажите, какие проекты делает эта организация в Азербайджане? Что вы делаете для популяризации нашей отечественной литературы? Ой, мы много делаем. Вот мы разработали большую программу и впервые в истории азербайджанской литературы, литературы, договорившись с московским литресом, это специальная организация, которая размещает в интернете книги писателей, и за это платят писателям деньги. Вы представляете, что это такое? И мы впервые, нам удалось договориться, что там будут размещать книги не только на русском языке, но и на азербайджанском. И сейчас уже начали получать деньги наши писатели. Многие, прочитав ваше интервью, ваши тексты, говорят, что вы очень тщеславный человек. Как вы это прокомментируете? Безусловно, безусловно. Я с ними согласен. Не просто считаю, а очень тщеславный. И я думаю, что это правильно. Писатели должны быть тщеславны. Даже не тщестолюбивые, а тщеславные. А как же? А иначе для чего ты пишешь? Более того, я убежден, абсолютно убежден, что писатель не может быть скромным. Что значит скромно? Это значит, что я дневники буду писать в свой стол, чтобы никто не читал. Я пишу для того, чтобы меня читали. Это самое большое удовольствие в жизни. И когда меня читают миллионы людей, я очень и очень этому радуюсь. Чингизмайль, в одном из своих интервью вы сказали следующее. Сейчас самое трудное – это сохранить собственное независимое мнение. Что вы имели в виду? Это имел в виду сохранить собственный взгляд. Это очень трудно. Вообще в жизни быть независимым – очень трудно. За это так дорого платишь, работаешь деньгами, здоровьем, жизнью. Легче всего устроиться на какую-то работу где-то в системе, быть каким-то винтиком, чиновником. Причем чиновник не обязательно маленький. Можно быть и министром, можно быть и замминистром. То есть как-то устоявшаяся жизнь. Гораздо труднее быть сегодня писателем, когда ты зависишь от своих гонораров, от настроения публики. Чингизмайль, у вас очень много поклонников по всему миру. У вас успешная семья, дети. Но во всех ваших интервью, текстах, которые вы пишете, прослеживаете мотив одиночества. Неужели вы одинокий человек? Конечно, безусловно. Мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Гармония возможна. Возможно, чтобы рядом был близкий человек. Возможно, чтобы рядом была любимая жена или любимый муж. Но приходим мы одни с болью и уходим с болью. И все равно у каждого человека в душе и в свое кладбище каких-то потерянных иллюзий, друзей. Это очень сложно объяснить. Мы так устроены. Мы общаемся с Богом. Но друг с другом мы часто не можем общаться. Мы слушаем и не слышим. Поэтому, естественно, это такое вселенское одиночество. Спасибо большое вам за интервью. Пожалуйста.